Всем ребят, привет! У нас раннее утро субботы. Великолепная просто погода. Чистейшее небо за моей спиной. Красивейшее озеро. Westwood Lake называется. Давайте я вам сделаю опыт. Крадусов 10 тепла. В общем, погода просто шепчет. Мы выбрались с ребятами покататься на велосипедах, по трейлам, по тем горам, которые сзади меня. Там огромное количество трейлов, разных дорожек, всяких спусков, подъемов, красивейшие трейлы. Есть посложнее, есть полегче. В общем, мы сегодня собрались в компании. 4 или 5 человек у нас будет. Есть более профессиональные ребята. Я, наверное, самый любитель среди них. Но поедем и покатаемся. Поснимаю сколько смогу. Насколько меня вообще хватит. Потому что поездка обещает быть интересной. Часа 2 мы как минимум покатаемся. Вот, в общем, будет красиво, интересно. Поехали. Кстати, ребят, подумал, что это видео получилось бы неполным, если бы я не показал велосипед свой. Естественно, да, вот сейчас приехал с тренировки. Был немножко весь грязный, умылся. Велосипед помыл, поэтому быстренько его вам покажу. Купил я этот велосипед в начале февраля этого года. То есть совсем недавно. Я абсолютно до этого никогда не ездил на маунтэнбайках. Не знал, что это такое. Но сразу решил себе купить хороший велосипед. Поэтому покажу, что это за велосипед. Вот, это Specialized модель называется Stump Jumper. И это самая простая модель из этой линейки Stump Jumper. Это алюминиевая рама, не карбоновая. Это двухподвесный велосипед или полноподвесный. То есть спереди амортизатор есть, да, и есть сзади амортизатор, который вот таким образом... Сейчас не могу сильно нажать. Работает. Вот, что мне очень нравится, это дисковые тормоза. Потому что велосипед тормозит просто идеально, как вкопанный. Я никогда не ощущал такой мощи в тормозах на велосипеде. Вот, поэтому мне это очень нравится. Что здесь еще? Я ничего не доделывал, ничего не менял. Это идет прям сразу заводская такая модель. Хорошая передняя вилка, хороший амортизатор тоже спереди. Дисковые тормоза, как видите. Вот. Естественно, переключатель передач. Да, здесь у меня идет 12 передач. Естественно, спереди только одна. Даже не знаю, как это назвать, ребят. Я не профессионал в велосипедах. Честно, немногих технических данных не знаю про него. Просто мне это не сильно интересно. Ездит. Я знаю, что это хорошая модель, одна из лучших в этом сегменте. Вот, наверное, вы лучше узнаете. Или, если хотите, посмотрите, если разбираетесь в этом всем технических спецификациях, можете просто на сайт зайти и посмотреть, успеша лазь до эту модель. Вот. Но мне он очень нравится. Я, когда первый раз на нем поехал, я не ощущал, насколько он мощный, этот велосипед, в плане того, что он может делать, на что он способен, насколько он крепкий. И я, естественно, никогда до этого не ездил. Я в первый день, в первый раз, в первую поездку в этом своем огромном лесу и парке упал. Сломал даже себе мизинец на правой руке. Вот. Но понял, что велосипед намного мощнее меня. Вот. Но сейчас я уже стал лучше ездить. Уже больше получается. Но впереди еще многие-многие годы совершенствования. В общем, я рад, что у меня теперь есть такой крутой велосипед. Это первый такой новый у меня. Ну, в общем, напишите, что думаете. Там, где мы ездим, это в районе Westwood Lake, севернее чуть-чуть. Это считается лучшей трейлой для маунтэнбайка на острове, если не во всей провинции. Почти нету людей. И просто шикарнейшие трейлы. Ну вот, выехали. Я не знаю почему, но камера постоянно выключается сама. Приходится заново включать. Именно поэтому такие нарезки получаются. Но мы едем вперед. Да, и еще какая прикольная функция, которую я раньше никогда не знал до владения маунтэнбайком, это то, что здесь есть сидение, оно называется Drop Seat. Ну, это такая функция, скажем, фича такая. Drop Seat. То есть, когда, видите, оно сейчас опустилось. Когда едешь вниз, тебе нужно переносить, получается, вес тела весь назад, чтобы баланс держать велосипеда. Когда спускаешься вниз или там с каких-то камней сильных, да, спрыгиваешь, то нужно переносить назад, и чтобы сидение не мешало, ты его опускаешь. Есть вот такой вот датчик, вот здесь, вернее, не датчик, есть регулятор, вот, ты на него нажимаешь, и сидение опускается под твоим весом, а потом, когда ты выезжаешь напрямую или вверх едешь, да, ты нажимаешь опять этот джойстик, и сидение поднимается, и ты принимаешь обычную позу. В общем, прикольно, мне очень нравится эта фигня. Мы уже ездим больше полутора часов, силы заканчиваются. Но мы уже спускаемся обратно в парковки. Надо дотянуть. Пацаны угнали вперед, они просто монстры какие-то. Пацаны угнали вперед, они просто монстры какие-то. Хотел рассказать, что для меня вот катание на маунтэнбайке, это абсолютно новый экспириенс, в том плане, что абсолютно другой тип активности физической. И кардинально отличается от поездки на дорожных велосипедах. Потому что на дорожном велосипеде, в принципе, сфокусирован только на том, чтобы ровно крутить педали с дозированной мощностью, чтобы тебя хватило надолго. И никаких практически технических навыков не требуется. Только дави на педали и сиди в аэродинамической позиции. Но маунтэнбайк – это абсолютно другой тип активности, когда у тебя работает практически все тело. Очень важен баланс, координация. И очень-очень важны технические навыки управления велосипедом на поворотах, на спусках, в том числе и на подъеме. То есть задействовано все – и мощность ног, и баланс, и координация, и внимание, и скорость реакции. В общем, это просто вот, я не знаю, для себя открыл как новый мир. То же самое похоже на бег по асфальту и бег по трейлам, да, по горам. Тоже абсолютно разные типы активности. И мне очень нравится сейчас именно маунтэнбайк. Но это как целый мир. Его нужно, конечно, исследовать и исследовать, и тренироваться, и тренироваться. Я вот всего три месяца езжу, да, даже меньше. Вот, а ребята ездят по 5, по 10 лет, по 15 лет. И уровень подготовки, конечно, абсолютно разный. И он чувствуется, с какой скоростью они спускаются с гор, да, с какой мощностью они забираются, и какую технику они используют. В общем, большое значение имеет. И я очень рад, что я только в самом начале пути, потому что у меня впереди еще много чему научиться можно. Вот, и, соответственно, это доставляет огромное удовольствие. И ты открываешь, каждую тренировку открываешь для себя что-то новое. Особенно я сейчас начинаю получать кайф, когда вот буквально два дня назад я выезжал на такую легкую тренировку, такую, заминочную, да, перед сегодняшней. И те участки, которые я раньше, там, месяц назад вообще не мог пройти, да, сложные участки, подъемы на какие-то горы, на какие-то вот именно камни. Сейчас я их начинаю проходить уже более уверенно, вот, и спускаюсь, даунхилл делаю более уверенно, то есть очень важна правильная позиция на велосипеде. В общем, мне это начинает доставлять просто огромнейшее удовольствие. И вот, и еще плюс в том, что у тебя нету трафика, да, в горах, у тебя природа тебя окружает, тишина красивейшая природа, птицы поют, проезжаешь, реки журчат. Это, в общем, конечно, абсолютно другой экспириенс, я рад, что я в это вошел, в общем, буду продолжать это делать, впереди много интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну, конечно, не лишним будет сказать, сколько стоит этот велосипед. Как я сказал, я его покупал новым, и стоил он 3,5 тысячи долларов канадских за вот эту вот базовую модель в этой линейке стамп-джамперов. Вот, конечно, не дешевый, но очень крутой. За эти деньги я считаю, что велосипед просто супер, и служить он будет очень долго. Короче, только сейчас, когда я приехал, я понял, что случайно я переключил настройки на... У меня записывались клипы по 30 секунд, и поэтому постоянно выключалась камера. В общем, покатались просто офигеннейшим образом. Полтора часа, не, почти два, наверное, да, два, наверное, потому что я забыл включить часы в самом начале. Итого у меня получилось 12 километров, но мы проехали 19. Офигеннейшая просто поездка была. Обязательно сюда еще приедем. Саня уже уезжает. Ты еще не уехал, спрошу у него впечатления. Александр, ваше мнение насчет поездки сегодняшней? Обалденная поездка, обалденная похода. Я был очень муривый. Я рад, что Глеб с нами съездил. Вы по моим эмоциям можете понять, да, что было тяжело, и поэтому сейчас, когда эндорфины пошли, уже такой вот кортизол борется, вернее, эндорфины борются с кортизолом. Поэтому такое состояние некоторой эйфории легкой. Вот. Но мы стартанули в 7 утра в субботу, поэтому сейчас только полдесятого. Впереди целый день. Прекрасные выходные. Сегодня еще, наверное, покатаемся на новом хаяке, который мы купили на этом озере, в Эстуд Лейк. Здесь уже много людей, шикарная погода. В общем, выходные обещают быть просто офигенными. В общем, все. Вот такая была поездка небольшая. Если интересно, такие вот, такого рода видео, я буду их стараться записывать чуть-чуть интереснее, потому что сегодня с камерой у меня было соусол. Вот, поэтому буду записывать. Если интересно, пишите в комментариях, интересны ли вам такие видео. Вот, может быть, что-то дополнительное вам рассказать. На этом все. Goodbye, guys. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok